Привет у микрофона Саша и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. Многие думали, что iOS 15 5 станет последним крупным апдейтом перед выходом iOS 16. Но не тут-то было. Как я и предполагал в прошлом видео, Apple выкатила первую бета-версию iOS 15 6. Я уже тщательно изучил и протестировал это обновление. И отобрал 12 изменений в этой прошивке, которые заслуживают вашего внимания. Сегодня обсудим, что же новенького в этом апдейте. Конечно же в этом выпуске будет и полный тест скорости с батарейкой. Релиз iOS 15 5 против iOS 15 6 бета 1. Обсудим, стоит ли обновляться на iOS 15 6. Забегая наперед скажу, что iOS 15 6 пока что не стоит ставить. Чтобы узнать почему, обязательно смотрите внимательно и до конца. Там самое важное. Также я расскажу, когда выйдет вторая бета-версия 15 6, в которой будет еще больше новых фишек. Еще узнаем дату выхода iOS 15 5 1 и дату релиза iOS 15 6. Прямо сейчас у меня за окном, как обычно, орет сирена. Если ее слышно, сори. Это уже реально сводит с ума, нужно идти в убежище. А я, несмотря на ситуацию в моей родной стране Украине, продолжаю снимать для вас видео. Поэтому очень рассчитываю на вашу поддержку в виде лайка и комментария больше, чем на три слова. Огромное спасибо. Размер обновления составляет примерно 5-6 гигов. Все зависит от вашего устройства. При первом открытии приложения iTunes Store вы увидите новый экран приветствия, в котором будет написано «Добро пожаловать», а также будет краткий перечень новых фишек этого приложения. iOS 15 6 также исправляет ошибку, связанную с клавиатурой и VoiceOver. В общем, если у вас были какие-то проблемы с VoiceOver, в iOS 15 6 их не будет. В коде iOS 15 6 нашли упоминание того, что Apple работает над несколькими вариантами новых функций универсального доступа. В том числе над тем, чтобы скрыть поиск эмодзи. В коде также есть изменения в сопряжении некоторых аксессуаров для умного дома. И, кстати говоря, о новых функциях универсального доступа. Apple раскрыла новые фишки, которые выйдут позже в этом году, то есть, скорее всего, в iOS 16. Мы подробно обсудим это в одном из следующих видео. Кажется, в этом году Apple будет делать большой упор на универсальный доступ и его специальные возможности. До сих пор в системе нет новой карты Apple Account Card, которая должна была стать заменой iTunes Pass. Это было в коде iOS 15 5, но реализацию мы не увидели ни в iOS 15 5 релиз, ни в iOS 15 6 бета 1. Из чего стоит сделать вывод, что Apple запустит эту фишку через сервера, а не через апдейт системы. То есть, если у вас будет iOS 15 5 или выше, это обновление в один момент просто заработает. Также в системе по-прежнему нет приложения для прослушивания классической музыки Apple Classic, упоминание которого мы нашли еще в коде iOS 15 5. То есть, выход этой программы тоже отложили. Мне почему-то кажется, что ее запустят вместе с выходом iOS 16. К сожалению, новых обоев не завезли, но в моем телеграм-канале вас уже ждут обои из альфа-версии iOS 16. Еще в телеге регулярно появляются лучшие заставки в максимальном качестве. Также там только свежие новости и другие эксклюзивы. Такого в других каналах вы просто не найдете, поэтому ссылка в описании, подписывайтесь, жду каждого. Многие юзеры пишут, что при переходе на бету iOS 15 6 у них стала хуже работать связь. У кого-то возникают проблемы с постоянным переключением между 3G, 4G, 2G. У кого-то просто сеть хуже ловит. Лично я такой проблемы не заметил, но в интернете многие об этом пишут, так что имейте в виду, что такая проблема на iOS 15 6 вполне возможна. Еще в бете iOS 15 6 появилась какая-то странная проблема с откликом экрана. То есть, вы жмете на иконку, а она тупо не реагирует. И это не техническая проблема экрана. Это новый баг, конкретно iOS 15 6 бета 1. Еще один глюк, новый iOS 15 6, это то, что стандартное приложение почта стало отображать неверное количество непрочитанных писем. Это очень неудобно. И это только часть глюков, которые мне удалось встретить в системе. Поверьте, их намного больше. Но первая бета на то и первая бета. В примечаниях к выпуску указано всего-навсего одно изменение. И то, связанное с X-код. Что интересно только разработчикам. Я уверен, что в следующих бетах добавят еще больше крутых фишек. Но, к сожалению, это все изменения, которые мне удалось найти в первой бете. Как вы помните, друзья, iOS 15 4 было достаточно крупным и интересным обновлением. После чего вышло iOS 15 5, в которой как бы тоже были новые фишки, но в основном ничего удивительного. И вот новая iOS 15 6, которая будет содержать в себе еще меньше видимых изменений в интерфейсе. Большинство изменений iOS 15 6 будет скрыто под капотом системы. Это изменения в коды, баг-фиксы, повышение стабильности и автономности и так далее. Почему же Apple не завозит крупные фишки? Дело в том, что компания сохраняет много эксклюзивов для iOS 16 Beta 1. Ну что ж, а теперь к самому важному. Производительность и автономность. Эта сборка показалась мне немного глючной, если сравнивать ее с релизом iOS 15 5. Я давно такого не говорил про беты, потому что в последнее время они были достаточно стабильными. Но эта версия реально снижает производительность всех устройств. Это видно невооруженным глазом. Приложения стали открываться медленнее, интерфейс иногда глючит, проблемы с многозадачностью. Да и тесты в духе Geekbench подтверждают, что производительность просела. В общем, по скорости и производительности iOS 15 6 Beta 1 подвела. Конечно, это не сюрприз, это первая бета и, конечно же, к релизу ситуация поменяется. Что касается батарейки, то тут тоже ситуация так себе. В релизе iOS 15 5 батарейка и так плохо показала себя. А в iOS 15 6 Beta все стало еще хуже. Все устройства стали работать на чуточку меньше и пока что это печалит. Надеюсь, к релизу это исправят. Но пока я однозначно не рекомендую ставить iOS 15 6. Ни новых функций, ни нормальных улучшений, только ухудшения в работе. Итак, какие же другие новые прошивки стоит ожидать в ближайшее время от Apple? Конечно же, это будет iOS 15 6 Beta 2. Ее выход стоит ожидать в период с 30 мая по 3 июня. Также скоро выйдет iOS 15 5.1. Ее выход стоит ожидать в течение следующих двух недель. Ну а релиз iOS 15 6 стоит ожидать примерно в конце июня. Ну и не стоит забывать, что в начале июня мы увидим первую бету iOS 16. Видео про которую я уже активно готовлю. Оно выйдет очень скоро, поэтому следите за каналом, чтобы не пропустить. Это будет топовый эксклюзив. Такого на других ресурсах вы не увидите. Друзья, если вы еще не видели мой детальный и самый полный обзор iOS 15 5 релиз, то я очень советую его посмотреть, потому что таких полных обзоров на эту прошивку никто не сделал. Я собрал действительно ну каждое изменение, сделал подробный тест батарейки и скорости. В общем, это обязательно нужно посмотреть. Ссылочку я оставил на экране и в описании. Вы только гляньте, сколько людей смотрит мой канал без подписки. Эту ситуацию нужно исправлять. Огромное спасибо за ваш просмотр, лайк и комментарий больше, чем на три слова. Только благодаря этому живет канал. И только это мотивирует меня делать новые видео. Совсем скоро будет видос про новую презентацию Apple, так что не прощаемся. Продолжение следует...